Это зависит от силы человека, на что он может, какие силы он применит. Это только все зависит от самого человека. Второй у нас знак огня – это лев. Лев – это у нас солнце. И если говорить о овнах, это люди-лидеры. Люди, которые достигают, ну, всегда стремятся, скажем так, к лидерству. Хотят всегда быть главными, важными лидерами и так далее. И чаще всего у них это успешно получается, и они могут очень много достигать в жизни. Если мы говорим о льве, то это особенный знак, на самом деле. Потому что это люди, которые всегда хотят быть известными. Это люди очень сильные по энергетике, по силе, по какой-то… Они всегда стремятся быть не просто лидерами, а именно известными. То есть это могут быть известные личности, актеры. И если они уже, ну, вышли, скажем так, в какую-то свою деятельность, то они обязательно достигают именно известности. И у нас еще существует третий, скажем так, знак – это земля. То есть земля, в которой тоже имеется огонь. Это плавна. Это тоже очень мощная энергия, очень мощная стихия. И эти люди, это уже у нас, скажем так, люди-стрельцы. Это люди, которые достигают очень глубокой мудрости. В них очень глубинные знания, глубинная сила. И эти люди достигают уровня учителей, известных людей, которые могут передавать знания, ввести какую-то информацию и так далее. И, ну, как уже мы рассмотрели, да, три огня, но все разные. Сейчас мы рассмотрим землю. Земля – это у нас первый у нас знак – это телец. Тельцы относятся они, как я уже сказала, к земле, но это энергия песка. Это люди, как песок. Они все впитывают в себе, все информации, все вода. Но эти люди, если взять в ладонь, да, песок, он рассыпется, да. Эти люди, которые всегда поступают только так, как они хотят, как они чувствуют. И, чтобы они не говорили, они все возьмут, но сделают только все по-своему. Только по-своему. И они говорят, что это люди, которые, ну, как просыпаются именно сквозь пальцы. Второй знак у нас – это дева. Это тоже земной знак. И это люди, тоже относятся к земле, я уже рассказала, это глина. Это люди, которые, из которых можно слепить все же по-году. Ну, глина. Ну, просто берешь и лепишь. Это люди настолько мягкие, постольные, настолько податливые. И они будут прямо, я думаю, наоборот. Просто нужно уметь, у меня были девы, я точно могу сказать, что это так. Да, это нужно быть водой. И, естественно, глина, когда она поддается, да, когда очень много воды, и она размикает, и тогда уже ты уже можешь управлять. Это много сексуальности нужно этим людям давать. Если мы говорим, как мы уже говорили, что вода – это сексуальность. И третий знак, да, это у нас, скажем так, козероги. Козероги – это бетон. Это… Бетонная. Это плита бетонная. И это люди очень, по-своему, очень такие, ну, скажем так, еще камень, такой плотный камень. Люди по-своему четко знают, чего они хотят. И иногда очень сложно до них пробиться. Но у этих людей есть очень важное и ценное качество. Это люди, которые могут быть, вот, как считается, что это единственные люди, которые могут быть очень-очень справедливыми водителями, начальниками. То есть они четко знают, у них есть цель, и они людей ведут за собой. То есть это опять же основа, бетон, на чем строится и стоит наша, скажем так, земля, да, это именно бетон. И точно так же мы можем дом построить без бетона или без основы, но их нечего построить. Как у нас действительность кумалки? Нет, конечно же нет. Только любовью. Любой. Опять же, сексуальность. Вода – точек камень, да? Сексуальность – это единственная энергия, которая может повлиять на все и на всех, да? Что такое вода? Вот представьте чайник, да? Необычный чайник. Вот сколько бы там ни было, скажем так, ну, дырочек, так, вымок, там, скажем так, носик. Все равно вода займет все-все-все вот дырочки щели, да? Она проникнет туда, где есть пространство. И вода, она настолько может приспособиться к любому человеку. Если человек воды, он настолько гейкий, настолько комфортный, он тимающий. Это, на самом деле, это очень мощное, такое женское начало. И, значит, ну, по прямой воде. Вода у нас также – это три. Первая у нас – это… У нас идет… Рыба. Рыба – это вода. Обычная вода – это людьми. Ну, последний знак. Наверное, первый все-таки. Ну, да, первый – это рак. Рак возьмем, да? Если возьмем рак, то это у нас люди пар. Это вот пар. Это тоже как бы проявление воды, но вот именно в таком газообразном, скажем, состоянии. Это люди очень легкие по-своему. Они проявляются как-то так воздушно. Но еще интересный такой важный момент – раки, они очень домовитые, это люди, которые любят семью, уединение, и они даже как-то, ну, больше им нужно, важно находиться в семье, в семейном очагу, чем, нежели как-то быть в контакте в обществе. Если взять скорпиона, то скорпион – один из знаков, один из знаков, которым я еще подойду чуть попозже, который имеет несколько составляющих. Мы вернемся сейчас к рыбам, а рыба – это вода, как я уже говорила, да? И вода – это люди мистики, люди, которые могут по-своему, скажем так, проявляться, там они действуются духовными какими-то вещами, эзотерикой, они очень чувствительны, но у рыб есть… Олег, ты не сказал нам, кто ты? Я весы, воздушный знак поэзии. Ага, все понятно, хорошо. Если быть о рыбах, то у них есть, скажем так, минус, у каждого человека, вернее, знака есть минус, да? Это, скажем так, привязанность. Это люди могут быть очень зависимыми друг от мужчин, допустим, женщины или мужчины от женщин, могут зависимы от наркотиков, от долговых, то есть они как-то-то, они очень-очень вникают в какие-то вот такие вещи, и за счет того, что они хотят познать мир, они очень-очень тонко привязываются к каким-то вещам. Скорпион – это один из таких знаков, который имеет несколько составляющих. Я сейчас скажу, что скорпион – это относится к лёд. Почему, например, у людей скорпионов говорят, что они там огненные, там, ну, страстные и так далее. Это в большей степени, потому что они хотят растопить свой лёд, то есть страстью свою, но эти люди, по сути, именно эта энергия любви в них потушена очень сильно. Почему многие говорят, что они какие-то холодные и так далее. Хотя у нас скорпионы, ну, все комфортные, и на любви очень много, вот. Ну, я сейчас немножко расскажу, что значит скорпион и лёд, да? И скорпион – единственный из всех знаков, которые я просто рассказываю, раз нас мало, мы проведем быстро, скажем так, тему, если надо, чтобы кто-то еще подойдет. Что получается? Скорпион – это единственный, кто проходит несколько стадей развития. И, на самом деле, это очень мощный, скажем так, из знаков, очень сильный и кармически зависимый. То есть это человек, который приходит очень такой, без какой-то степени даже сложной кармы. И скорпион делится, как я уже сказала, на четыре стадии. Первая стадия – это таранту. Человек, который кусает всех. То есть есть эти люди, да, мы, наверное, знакомы с какими-то скорпионами, может быть, в жизни, которые такие, не знаю, там. И некоторые люди так и остаются на этом уровне. Они всю жизнь, у меня, вот, родственник есть, он всю жизнь, я не знаю, сейчас уже взрослый мужчина, уже на пенсии, у нас сейчас немножко стих, вот. Но есть люди, которые всю жизнь бывают очень кусаченые и так далее, вот, и, ну, остаются на своем уровне развития. Но у скорпиона есть момент развития, да, и второй этап – это серая ящерица. Серая ящерица – это человек, который начинает кусать сам себя. То есть он уже понимает, что он где-то там ядовитый, начинает там кого-то кусать, и он уже понимает, что это делать нельзя и начинает себя, то есть самоедством занимается, вот, конечно, это уже не тот этап, в котором человек должен остановиться. И третий этап – это орел, то есть если человек, проходя, вот, ну, скорпион, проходя все три стадии, он уже выходит на стадию орла, то есть это человек, который достигает уровня, когда мы становимся, ну, спасибо вам, потому что у меня орел, когда мы становимся самодостаточны, когда он не зависим ни от кого, он достигает уже определенного и материального, и морального уровня, и когда он достигает уровня уже, ну, когда у него есть свой Грегор, иначе, да, который управляет уже сам своим Грегором. И четвертая стадия, опять же, не все, сколько он достигает, это беды голы. Это стадия святого, то есть человек, проходя из-за все стадии, очень глубоко, духовно возился, он ожидает святую, то есть эта энергия очень мощного, скажем так, мощной трансформации, знак, как я уже говорила, да, знак трансформации изменений, вот, а воздух, опять просто воздух, ну, что, я так понимаю, что больше нет, кстати, Олег Николаевич? Воздух, пустота, нет, что? И все, и что, и есть все, да, мы все рождены из пустоты, и мы есть все, и есть на что. У нас, если останется время сегодня, мы, я вам могу немножко, чуть-чуть совершенно рассказать о тех знаниях, которые вам были интересны. Вот, а сейчас мы, значит, пойдем на, скажем так, на знакомство с нашей техникой. Видимо, самые сильные стойки сегодня пришли, потому что эта техника, на самом деле, это люди, которые, вот, я просто уделена, да, потому что многие выписались, и куда-то там еще отвалились. Испугались и не прижили. Да, да, потому что, на самом деле, это, если мы слегнены со своими стихиями, со своим телом, то мы слегнены и, значит, я сказала, что у меня, я сильнялась настолько, что получалось у меня управлять даже, да, и я честно говорю, что я сама была уделена, и это не просто слова, у меня Василий был свидетелем. И это не потому, что сказать, что я там крутая, вы каждый это можете, это действительно так, вот, каждый может управлять стихией. Значит, что мы сегодня будем делать? Массаж четырех стихий. Один будет ложиться, все остальные будут делать массаж этому человеку. Сначала мы будем проходить стихию земли. Земля, как я уже говорила, это наше физическое тело. Тот, кто будет принимать массаж, он будет полностью чувствовать себя землей. Я буду вас вести, я буду рассказывать, я буду объяснять. Ваша задача, чтобы полностью принять эту стихию, ее прочувствовать внутри себя, полностью отдаться всем стихиям. У нас мало говорили, но мы в триняшках. Потому что, скажем так, землеет проще даже принять. И мне хотелось, чтобы вы, опять же, осветили в своем теле, какую стихию вы легко принимаете, какую вам очень и даже сложно понимать. На самом деле, энергию огня будет принять сложно всем. И мне хочется именно здесь остановиться. Энергия огня – это энергия нашей силы. Как я уже говорила, у нас зарождается, мы рождены, мы люди земли, и рождены мы земными людьми, и мы в первую очередь пропускаем энергию земли. И если человек соединен с энергией земли, он никогда не может, ему хорошо. На самом деле, человек может ходить зимой, ему не холодно, он полностью пропускает, принимает в себе эту энергию. Он не болеет, потому что эта энергия, проходя через все его тело, это как та же энергия пандолини, да, это мощная энергия, которая, проходя через все тело, просто пробивает все блоги. Это энергия, которая сжигает все болезни, все какие-то предрассудки. Это энергия, которая даже сжигает наше представление. То есть представьте, энергия земли, она в первую очередь разрушающая. Но что к разрушению, для чего она нам нужна, да, понимаете, что на земле не будет, скажем так, огня, мы бы вообще не смогли жить, да, выжили, говоря уже о чем-то. Хотя, в большей степени, если мы говорим о дне, он может сжигать все, он не минуем. Если пошел огонь, он может сжигать леса, там, деревья, они не говорят, деревни и даже города, да, сейчас, конечно, с этим уже борются, да, но если мы говорим о каком-то времени, то в свое время люди просто не могли справиться с этой энергией. Если только были какие-то колдуны, они могли каким-то своим образом или маки, владевшие, они могли останавливать. И я лично знала таких людей, ну, как бы, просто была такая ведьма. Она просто подходила, ее звали, когда он горел, она договорилась и огонь посихонечку спадал, и, по крайней мере, потому что в деревнях пока, даже сейчас есть такой подарок, пока дождешься, пока ты едешь пожарный, все сгорит, и тем более начинает огонь разноситься на рядом лежащую, а в деревнях это рядом, ну, дом к дому, и пожары бывают очень смертельными. И, но один есть важный момент, научиться принимать энергию, потому что, как я уже сказала, это самая мощная, самая сильная и самая трансформирующая энергия. И если человек полностью принимает эту энергию, он очень сильный. Энергия или огня? Огня. Огня. Я сейчас говорю. Просто про пожар вы говорили, энергия огня же. Энергия огня, да. А энергия земли? Энергия земли, я уже сказала, это просто принятие. Она взращивает. Если мы сейчас делим, то мы, по сути, оздоравливаем свое тело, мы его начинаем чувствовать, мы начинаем управлять, как наше тело, то есть реальная земля, и земли можно тоже сотворить, и может возрастить. Все мы созданы из праха земного, из клина. Мы пришли страха и уйдем страх, если по-другому иначе говорить, да? Вода – это то, что все питает. Вода – это то, что все питает. Вода может и тушить огонь. Вот одна из таких стихий, которая может взаимодействовать. Есть один важный момент, я хочу, чтобы вы знали, потому что я знакома была с шаманизмом и погружалась, и даже сама участвовала в шаманских ритуалах. Там очень, очень серьезно относятся к стихии. Очень серьезно. У нас, скажем так, очень много мы допускаем ошибок, и каждая из стихий сейчас на земле загрузнена в первую очередь человеком, да? Осталась только единственная, то есть более такая стихия. Более-менее это просто огонь, потому что она сильная. Хотя огонь тоже загрузинает энергетически, таким образом он сжигает все в нем, все подряд кидает в огонь, там уже тоже все это придает воздуху. Это тоже как бы определенный терпенанс. И я хочу, чтобы вы знали, что энергия огня, она сжигает только то, что должно быть сжимаем. Вот этот вот важный момент, я думаю, что я не буду вам ее расширковывать, но повторю еще раз. Огонь сжигает только то, что должно быть сжимаем. Что уже должно быть трансформировано. Даже если семья, я думаю, что вы читаете какие-то речи подобные, когда дом сжигал, сгорал, и если люди, допустим, вглапы или рыдали, то они могли остаться. Если люди как-то шли в принятии этой энергии или в молитве выходили, то у них какой-то защелок или что-то другое, совершенно, они могли дом новый построить и так далее. Очень много речи, я читала, скажем так, с этим связанным. А у меня как раз просто можно сказать, у знакомого сгорела квартира, буквально недавно, два-три месяца назад. И его не было дома, жена попала в реанимацию, она была дома. И вот она и дети там и все вокруг прочитают, ну что ж такое, за что нам это дано, Господи, за что нам это доказание. А он будет радостный, я спрашиваю, что это такое радостное. Он человек очень набожный, верующий такой, постоянно в молитве присутствует. Он говорит, я наоборот рад то, что таким легким способом избавили меня от грехов, от моей кармы вот этой грязной, от моего вот всего того, что я накопил за жизнь, потому что могло быть хуже. Да, и несмотря вот, ну видимо наоборот, смотря на то, что у него такое отношение было, вдруг люди стали скидываться, скинулись там ему на ремонт. Вот сейчас в процессе ремонта находится, и как бы нормально. Конечно, вся семья была еще в молитвенном состоянии как он. Это снова еще гораздо больше трансформация. Это очень хорошо, что сейчас люди уже идут в духовное понимание многих вещей, потому что на самом деле огонь, если мы его не проявляем должным образом в деятельность, в работу, во что-то вкладываем в развитие, потому что это энергия. Еще и если мы не зажжем огонь, мы не приготовим себе пищу, мы не согреемся. Впрочем так же, как огонь может быть чистым, так и наш внутренний огонь может согреть нас и зимой. Разжигать можно, это наша энергия раджится, это какая-то энергия радости, по сути. И если она нас пробуждает, радует, несет очень мощный такой всплеск энергии, то тогда эта энергия дает нам огромную силу. И на самом деле таким образом может большие изменения произойти. Но если энергия подавлена, как мы уже говорили, по-моему, Анна, ты изначально говорила, да, Аня? Если энергия настолько внутри подавлена, закрыта вот таким образом, то получается энергия может влиться в огонь, как в такой ситуации. То есть человек может подавить, может вся семья подавляла огонь, она может вылить во внешний огонь. Точно так же у нас, почему у нас происходят войны? Потому что мы не умеем управлять внутри огня. И внутри у нас очень часто бывает конфликт. Я думаю, что каждый из нас, это однозначно, было в такой ситуации, когда внутри мы не могли совпадать своими состояниями, энергиями или недовольством тем или иной ситуацией. Это и есть наш внутренний конфликт. То есть, когда энергия течет ровно. Когда энергия течет ровно, мы позволяем любой энергии проявляться, она всегда течет ровно. У нас нет внутренней дисгармонии, у нас нет какой-то раздерганности. Раздерганность и дисгармония – это когда мы чего-то зажимаем, какую-то энергию, какую-то стихию и прочее. Если же энергия легко проявляется, у нас всегда гармоничное состояние. Значит, энергии не совсем подавлены. Если есть конфликт, он взрывается. И вот сейчас, вообще, у них очень много конфликтов, да, мы видим, насколько много ввольны. Это есть энергия, которая не проявлена в действии, в нормальном действии. Она в вмешанной ситуации нам показывает. Какие-то вмешанные коины. Если коротко. что-то, что-то, что-то. Понятно? Отлично. Ну что, я снимать сегодня мы не будем, потому что эта техника очень легкая. Пусть те люди, которые хотят, они не получат. Мы просто расскажем. Пусть лучше придут в следующий раз. Сейчас мы уже пойдем в технику. Мы лучше снимем потом уже, что люди расскажут по ощущениям. И мне сейчас... Вот как раз у нас получается четыре человека. Я сегодня не участвую, раз я думала, что, по-моему, я не одета в форме, да. Значит, мы... Выключаем музыку? Быстрее все пройдем, да? Да, да, да. Что мы будем делать? Значит, мы собираемся в группу. Лучше коврики соединить. Тот, кто получает, значит, массаж, он получает, он ложится, да. Те, кто, значит, делают, они сидят вокруг. Я расскажу сначала, потому что очень важно все тонности массажа для себя, скажем так, понять, потому что важно быть чувствующим, важно быть осознающим, потому что, ну, как я уже сказала, да, тот же огонь он может разрушать. Вот. И сначала настроиться, понять, как это работает, и потом можно просто отдаться этой энергии. Тот, кто будет лежать, важно быть только принимающим. Если вы не готовы, вот увидите, скажем так, на первом человеке Иван, он немножко жуткий, сразу, потому что на самом деле это мощная техника, как я уже повторяю не раз, вы можете отказаться от массажа. Вы можете отказаться от массажа. Да. Вот. Если слишком жечь будет. Да. А жечь будет это однозначно. На самом деле, еще раз хочу уточнить, что те люди, которые будут лежать в важных зоне занимающих, расскажу отдельно о огне. Организация. Когда мы будем проходить энергию огня, важно дышать и расслабляться. Полностью. Потому что мы работаем с внешним огнем. Но если вы принимаете, то таким образом вы позволяете энергию огня подняться внутри вас, пробудиться и дать наполнить все свое тело. Действительно. Каждая стихия будет у нас недолгой, по 5 минут, не более. Но это будет достаточно, чтобы все эти энергии прочувствовали. Даже более чем достаточно. То есть на того, кто принимает, сразу все четыре стихии по очереди, да? Да. По очереди. Все стихии мы укладываем. В том помните, решим несколько минут и впитывая все это прочувствовать. И мы можем даже сразу после массажа, скажем так, снимем ее ощущения. Потому что они ощущения бывают очень-очень интересными. Улет просто. Что я хочу отдельно сказать. И еще. Мы будем делать массаж и на голове. Если мы будем делать, то всего тела. И важно полностью отдаться массажу на тысячу процентов. Не на сто, на тысячу процентов. Я думаю, что мы начнем с тебя. Спать можно? Спать можно? Особенно новое, вернее. Коллегку принимаешь? Получится. Да. Он посередине как раз случается. Сел. Да. Мы просто как бы на тебе похожи. Я экспериментом буду, да? Да. Да. Ну давайте, давайте. Конечно. Один на один делаются эти массажи? Ну можно. Но немножко как бы это будет сложновато. Тогда уже. А эти делали на какую группу реально? Да. Вот. Обычно, например, если группа 20 человек. Нет. 20 человек. Мы сегодня делаем 4-5. Но в группах хотя бы 3 человека. То есть один принимающий, а 3 человека… Два человека как минимум делающие. Можно и один один? Можно. Можно. Но еще раз говорю. Тогда это нужно немножко… Во-первых, вам будет сложно делать. Допустим, если вы делающий, да? Вам будет сложно. То есть это охватить все тело, а это в течение определенного времени, да? Вот. И нужно прямо разжечь эту энергию, если мы говорим, огни. А она здесь основная энергия. И важно еще… Вы устанете, во-первых, потому что это мощно. Это вам тоже травиться огнем нужно. Потому что быть огнем и принимать огнем – это тоже сложно. И плюс к этому он убежит, что устанете и очень энергетически затратно. А в группе, вот если, допустим, 5-6 человек – это самый идеальный вариант, когда один лежит и 4 человека делают. Два, допустим, спина и два человека со стороны ног. И получается, что массаж в такой случае очень очень идеальный. Вот. Ну что ж. Тогда мы перейдем к массажу. Приступим, да. Да. Наразовый раз. Корректор-了吧. Этот normalนед стоит работать в морских шумах. Анатолик.